Первый инвестиционный форум Татьяна, добрый день. Сам форум, первый инвестиционный форум под эгидой президента начнется с минуты на минуту, вот сейчас ожидается. В нем примут достаточно большое количество гостей, ожидается, что их будет около 400. Специально в центре Мариуполя, недалеко от драматического театра, построили вот этот огромный павильон для того, чтобы все люди могли здесь поместиться. Ожидается, что форум будет состоять из шести панелей, рассмотрят инвестиционные проекты, как в инфраструктуры, IT, агросектор и также в развитие дорог. Сейчас ожидается приезд президента Украины Владимира Зеленского, который и откроет этот форум. Также впервые в форуме принимают участие сразу представители четырех международных финансовых институтов. Это представители Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Международной финансовой корпорации и также Всемирного банка. Ожидается, что сегодня они заключат ряд двусторонних соглашений с представителями местной власти. Ну и главным центральным событием, которое можно уже назвать форума, стало открытие участка дороги Мариуполь-Запорожье. Это более 170 километров. Я предлагаю послушать, что рассказали водители о качестве дороги. Раньше было отвратительно, невозможно было ездить. То есть доезжая до Запорожья можно было поменять пару колес. То есть это влияло очень сильно на ходовую часть и на время. Ну то есть если сейчас, допустим, можно там за два-два с половиной часа можно доехать до Запорожья, то раньше это было не меньше четырех часов. Участок дороги между Мариуполем и Запорожьем называют дорогой жизни, так как достаточно большая нагрузка на эту дорогу, достаточно большой поток машин, это около тысячи. И следует отметить, что реконструкция этой дороги, это рекорд Украины, так как ее отремонтировали в рекордно короткие сроки, 170 километров за 68 дней. То есть полностью перекрыли асфальтное покрытие. Ранее эту дорогу начали ремонтировать в 2016 году, но только за три года успели построить не более 70 километров. И вот сейчас такой прорыв, как оценил это президент Украины, который открыл этот участок дороги, я предлагаю послушать. Мы благодарны каждому, всем работникам, которые успели построить в те сроки, которые мы определили. За три месяца построили около 130 километров. Вся дорога 200 километров. 70 километров дороги было построено за три года. А сейчас за три месяца построили 130 километров трассы очень важной. Мариуполь-Запорожье. Ну и цель форума это привлечь инвестиции в Донбасс и перезапустить процесс восстановления Донецкой и Луганской области. Практически из каждых регионов представители привезли свои проекты. Нам удалось пообщаться с представителем Луганской области. Они привезли два проекта в Мариуполь. Один касается постройки мусорожигающего завода и другой реконструкции железнодорожного полотна. Я предлагаю детальнее послушать. Луганская область достаточно сильно аграрная. Очень много аграриев и транспортное сообщение имеет значение для них. То есть на себестоимость товара и на логистику. Поэтому восстановление железнодорожных веток это приоритет для нас. Потому что тут одним выстрелом и двух зайцев убиваем. И уменьшаем себестоимость логистики. Соответственно больше будет прибыли, больше налогов. И мы таким образом уходим от разрушения дорог огромными машинами, которые перегружены. Ну и кроме развития инфраструктуры на первом инвестиционном форуме обсудят также развитие IT-технологий. Также привлечение инвестиционных проектов в агропромышленность и в другие сферы деятельности. Пока на этом у меня все. Татьяна. Спасибо Юлия. Это была Юлия Башко, корреспондентка UITV. В Мариуполе стартовал первый инвестиционный форум. С минуты на минуту туда приедет президент Украины Владимир Зеленский. Ну и трансляцию. Все самое интересное с форума вы можете смотреть на страницах в соцсетях UITV. Редактор субтитров А.Семкин